Несмотря на пандемию, выборы пройдут по плану. Но на избирательные участки не допустят людей с симптомами ОРВИ и высокой температурой. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как будут проходить местные выборы в условиях карантина. Тем временем МВД уже перешло на усиленный режим работы. Подробности у наших корреспондентов. Дезинфекторы на избирательных участках, отметки на полу для соблюдения дистанции и ограничения количества людей в помещении. В Минздраве говорят, выборы необходимо провести максимально безопасно. Для этого придется контролировать состояние здоровья членов избиркомов и избирателей. Перед початком работы глава окружной комиссии должен выяснить ответственную особу, которая будет перед входом в помещение проводить опитывания выборцев о наявности симптомов респираторных заболеваний. Будь-яка людина с ознаками респираторной хвороби или с подвищенной температурой, выше чем 37,2, должна покинуть соответствующие помещения и обратиться к лекарю. Обеспечивать безопасность избирательного процесса будет полиция и нацгвардия. Привлекут даже авиацию. Министерство внутренних дел перешло на усиленный режим работы, который продлится до 1 ноября. С 22 жовня начинают отримывать бюлетени дельничной выборчей комиссии. Тому звертаю увагу на четкую взаимодействие с головами ДВК для организации сопровождения охороны документации и дальнейшего взятия под охорону помещений выборчих комиссий. Правоохранители уже фиксируют нарушения избирательного законодательства. На сегодня до органов национальной полиции надошло 6185 заяв и поведомлено про действия, связанные с выборчим процессом. За результатами их розгляда складано 1436 административных протоколов и распочато 475 криминальных проважений. В министерстве говорят особое внимание правоохранители уделят незаконной политической агитации. Ретельно стежимо за тим, щоб в суботу і в неделю, в день тиші і в день голосування було дотримано обов'язок кожного громадянина, кожного суб'єкта виборчого процесу не вдаватися до політичної агитації. Через те, ми гарантуючи громадянам дотримання їхнього права на проведення опитувань, на проведення різної соціології екзитполів, ми разом з тим нагадуємо, що таке опитування повинно проводитися без залучення будь-якої символіки. Вибори в містні органи власти в Україні запланировані на це воскресенье, 25 октября. Юлія Крючкова, Київ, Твой Дом.